Синемания. Высшая лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Доброе утро. Добрый день, добрый вечер, добрая ночь. Доброго времени суток всей крохотной планете Земля. В эфире программа Синемания, которую, как всегда, вчера, сегодня и завтра, и послезавтра, и через неделю, и неделю назад, и две недели назад была, есть и будет ведущая Виктория Малюкова. И еще более бессменный ведущий, создатель программы Синемания, киножурналист Давид Шнейдеров. Ну, поехали. Значит, у нас мы начинаем с эпохального события. 23 ноября на телеканале «Россия» премьера грандиозной исторической драмы «Грозный». На экране подлинная история, аутентичный колорит эпохи и даже музыка Ивана Грозного. Съемки многосерийного фильма проходили в Подмосковье. И сегодня у нас в гостях актер, который сыграл одну из ключевых ролей в этом проекте, художественный руководитель Московского современного художественного театра, народный артист России Владимир Александрович Стеклов. Добрый день. Добрый день. Телефон прямого эфира. Вы можете позвонить и задать свои вопросы Владимиру Стеклову и услышать ответ в прямом эфире 8800-100-51-01. Вы можете написать нам WhatsApp-сообщение. Плюс семь девять шесть шесть ноль три два пять восемь три два. Вопрос, который я хотел бы с вами сегодня обсудить, вернее, я хотел бы, чтобы вы слали мне ответы, для чего нужно знать историю государства российского. Плюс семь девять шесть шесть ноль три два пять восемь три два. Для чего нужно знать историю нашей страны? А может и не нужно. В общем-то. Ну, поехали. Владимир, чем лично вам интересны исторические фильмы? Мне всем, потому что это действительно для меня непознанная часть моего образования, хотя и существовал, да и существует до сих пор предмет под названием история. Но как-то я, хотя и считал себя гуманитарием, но больше склонялся к литературе, а вот история, география – это предметы, которые мало меня занимали. Но как только я в силу профессиональной специфики в театре вначале, а потом и в кинематографе столкнулся с этим огромным, даже не пластом этой огромной вселенной под названием история, да, я просто погрузился туда не только с головой, а просто, как скажу высокопарно, со всеми фибрами души. Мне это так безумно интересно. И даже самые первые мои театральные работы – это и Достоевский, это и Чехов, и это, конечно же, Шекспир и Ричард Третий. «Зима тревоги нашей позади». Да, да, «Зима тревоги нашей». А потом мне приходилось, конечно, эти сентенции слышать, вернее, доктрины, историю пишут историки, но они её тоже пишут по-разному, не потому что по-разному, но подход, взгляд на эту историю, а они иначе всё это, каждый иначе излагают. Так вот, то, что мне посчастливилось столкнуться в первой части, хотя хронологически это уже вторая часть, Борис Годунов, но вот сначала в Борисе Годунове, а потом и в Грозном, ну, открыло просто фантастический мир, который, я даже не знаю, что интереснее, сегодняшнее или тогдашнее. Мне тогдашнее больше нравится. И не потому, что сегодня властвует пандемия, а тогда тоже было лихолетие и, может быть, похуже, чем сейчас, но вот всё равно тамошнее, тогдашнее мне ближе. Но ведь не даром Пушкин написал «Пир во время чумы». И насколько это актуально сегодня, не правда ли? Давид, провоцируйте меня. Сегодня все пиры запретили, Давид. Всё, нельзя. И потом во время чумы какая-то всё время аналогия напрашивается. Стоп, стоп. Кто пирует, да, а кто погибает от чумы? И опять народ безмолвствует? Вы сейчас продолжите эту историю. Подождите. Давид, не призывайте меня к дубьём и кольями. Ни в коем случае. Не надо. Русский бунтон бессмысленный. И беспощадный. Мы заговорили о Борисе Годунове. Да. Вы погрузились в историю. Насколько, на ваш взгляд, реальная история Бориса Годунова соотносится с пушкинской историей Бориса Годунова? Я думаю, что из категории то, что сам Пушкин определил, над вымыслом слезами обливался. У него много этого. У него, безусловно, гений Пушкина сделал злодеем Сальери. И совместил, гений и злодейство, две вещи совместные. И то же самое касается и Бориса Годунова. Вообще, вот гений Пушкина позволил не то, чтобы писать или переосмыслить историю. Он позволил её утвердить свою собственную точку зрения, свой взгляд, свой подход. Он её утвердил. И хотя все музыканты на протяжении многих веков говорили, что да, при этом было табу на исполнение произведений Сальери, но они говорили, что нет, это всё не совсем так. Да нет, это не украл он никакую шубу не крал. Это у него украли. Но нет, там уже всё. Осадочка осталась. Да, осадочка осталась. И всё это, ну всё это, вот как к этому относиться, я не знаю. Но я-то в любом случае отношусь к этому с восторгом и положительно, потому что для меня Борис Годунов это... Хотя фильм совершенно, в котором мне посчастливилось принять участие, он всё-таки иным таким каким-то подходом для меня прозвучал к этой истории. Но позвольте, а допустимо ли, на ваш взгляд, в историческом кино, в кинематографе искажение фактов? Допустимо. Да, допустимо, потому что... И не потому, что историю пишут историки, а мы здесь некий тоже какой-то, ну, исторический клан. Я имею в виду художественно-постановочная группа. Начиная от сценаристов, режиссёров, артистов. Мы всё равно вкладывая... Сговорившись предварительно, конечно, это не так, что вы мне предлагаете одно, я с этим не согласен, я развернул совершенно новые какие-то грани. Ну, может быть, на съёмочной площадке и позволительно такие экзерсисы, но если это интересно, если это соответствует замыслу... А замысел, как известно, всё-таки у тех, кто это замыслил. Вот замыслил кто это, я думаю, что... Ну, вот смотрите, как занятно. Отношение к Иоанну Грозному на протяжении лет сильно меняется. А каково ваше личное отношение к истории Иоанна Васильевича? Я не могу говорить там восторженное, там положительное или отрицательное. Да, но во все времена это было. Но мне кажется, его доминанта отнюдь не злодея и не убивца, и не... Уж тем более, что это знаменитый... И опять мы как-то вспомнили Пушкина, а как не вспомнить другого художника? Именно художника, который написал, где Иван Грозный убивает своего сына. И мы почему-то так уверовали в это, настолько талантливого произведения или настолько нам потом искусствоведы, но в вашем лице, Давид, скажем, преподнесли эту точку зрения. Вы же тоже вот мыслите себя киноведом. Во всяком случае, вас так аттестовали. И я думаю, боже мой, что там в голове у Давида-то вертится. Может быть, он тоже сейчас каким-то образом подведет меня к некому знаменателю, когда я подниму руки и скажу, ну да, да. Мне очень нравится, что это какая-то человеческая история. Вообще здесь какие-то живые люди. Я не хочу ничего кинуть камень там в знаменитый фильм с Эркасом. Да, но сегодняшний взгляд мне как-то он ближе, понятнее. Потом мне удивительным образом повезло, потому что я вначале-то уже за типы прожитых лет, когда уже мой персонаж Щелкалов уже был, он, ну, фигурой, которая действительно решала, те самые темные каналы плыли, и он там решал. Он принес то самое завещание, которое могло попасть в руки наследника, а могло совсем попасть в другие руки. Я имею в виду Годунова. И вообще наследовал ли Годунов этот престол. И в Борисе это обнажено. То есть здесь я вдруг, мы с Сергеем Васильевичем Маковецким очень много времени проводили в павильоне, когда я говорю, слушай, какая-то пименовская история. У меня такое ощущение, что... Но я потрясался еще и другому. Памяти. Памяти Ивана Васильевича. Потому что у него не было, знаете, под рукой айпада, чтобы взять, загуглить и сказать так. Ага, этот, 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 в таком году. Он по памяти, поминальный список я записывал, а он диктовал по памяти совершенной. Он называл имена, отчество, фамилии и прочее. Года, как был казнен, где, да, да. Потрясает, что... Ну, я ведь не о благих делах говорю, а действительно грешен. И грешен вот в этом, в этом, в этом, в этом, в этом. Но вот потрясает просто-то. Они еще плюс по замыслу авторов, они еще и приходили и являлись. И они что-то такое подсказывали, а что-то молча вопрошали, на что Грозный пытался с ними как-то дискутировать. Но они-то молчали. Они-то молчали, потому что они все свое еще тогда в той самой сторонней жизни сказали или там сделали, а в потусторонней. Вот теперь мысли и думай. Я прыгаю немножко так, потому что, ну... Ну, это хорошо. Такой был замечательный период. Я сейчас вспоминаю это как нечто, ну, хорошее. Я думаю, жаль, конечно. Я Леша Митрофанов, режиссер, сказал, какая жалость. Если ты вдруг опять, следуя этому же принципу, отскочишь куда-то назад туда, то мы уже туда не попадем по той простой причине, что уже, ну, уж совсем. Во времена Ивана Калиты, например, почему бы и нет? То уже персона, будь здоров. Нет, нет, я сейчас не умаляю исторические персонажи. Я говорю, мы не попадем, потому что уже, ну... А годы летят, наши годы как птицы летят. Если там мне возраст прибавляли в Годунове, особенно в последних частях, когда уже в монастырь надо было уходить, то здесь, наоборот, пытались что-то такое прибавить. Я вспоминаю, как мне дочь моя о Гране говорила сегодня. Пап, ну что такое? Прихожу на пробы. Ну, это кастинги так называли. Прихожу, говорят, ой, вот какая вы все-таки молодая, чуть-чуть бы постарше. А с годами говорят, ой, какая вы все-таки чуть-чуть бы помоложе. Вот так и у нас все это. Постарше, помоложе, постарше. Но, наконец, когда уже отроком ты не очень побудешь, если только закадрово. Мне посчастливилось. Я здесь еще и мне доверили закадрово. Я не буду говорить, что, но вот доверили тоже. Мне это нравится. Как ваш персонаж меняется? Вот какой он в Грозном и какой он в Годунове? В Годунове мы его уже видели. А какой он в Грозном? Ну, во-первых, хочется интригу сохранить, чтобы вы мне потом рассказали, какой он и отличается он или нет. А так сейчас мы с вами... Подождите, 23-е вот уже близко. Вот уже днями. И пусть это сохранится. Но хотелось бы... Ну, чуть-чуть приоткройте нам. Нет, я сюда с большим удовольствием. Просто я приоткрою. Я хочу сказать, что вот технология власти... Наверное, я знакомы с одноименной книгой, да? Что происходит? Что такое, когда из приказного, да, становится вдруг? И ты же не просто так свидетельствуешь. Ты активно начинаешь участвовать, а потом влиять. Ну, я уже говорил об этих вехах. Как был, как начиналось. И вот что происходит с этим человеком в период... Говорить, он там добрый, он прекрасный, он честный, он правдивый. Нет. Но он свидетель. И косвенно он соучастник многих-многих. Ну, как от этого абстрагироваться и говорить, что это для пользы государства российского? Которое потом один из видных наших соотечественников, господин Карамзин, возьмет и опишет. И сделает исторический большой труд, который войдет в историю. Но одно дело это описывать, опять-таки, не будучи свидетелем каких именно. Ну, никак Карамзин не мог быть свидетелем. Ну, он писал об истории государства российского. Когда она начиналась? Чего начиналась? Да, как протекала и чем заканчивалась, можно сказать. Но если мы уже заговорили об исторических деятелях, в свое время Иван Васильевич Грозного очень любил еще один исторический деятель, Осип Виссарионович Старь. Да, конечно, да. А нет ощущения, что история повторяется? Ну, что именно сейчас снят фильм про Ивана Грозного? Ну, вот как же быть с этой фразой? Не хочется, чтобы это носило фарсовый характер? Что если история повторяется, она становится фарсом? Ну, не хотелось бы, потому что она тоже достаточно трагична. И в разные эпохи, в разные пласты, разные мы... Мне иногда, вот я смотрю на фотографии, это мало того времени, но их и просто не может быть. Какие-то могут быть там зарисовки, какие-то эскизы, какие-то... Но фотографий просто не может быть, и даже если тебе вешают реконструированный, восстановленным, замечательным академиком, ну, якобы восстановленным и по черепу портрет Ивана Грозного, то ты понимаешь, что это в любом случае есть некое художественное еще такое художественное домысливание. Потому что так, пожалуйста, я ни в коей мере не кощунствую, но взяли и специалисты восстановили, как мог, близко к чертам, как мог выглядеть Иисус Христос. Но если еще череп Ивана можно было найти, то там была пустая могила. Череп Иисус? Да, там была пустая могила. Поэтому, ребята, она основываясь на чем? Ну, наверное, какие-то свои собственные. Поэтому я не могу, Давид, с вами согласиться и сказать, что вот аналогию надо обязательно... Я не знаю, она вот параллели. Параллели. А они будут всегда... Она какая... Это кто-то нам объяснил, что она вот такая, но она же еще, может быть, Вселенная Евклидовая, да? А может быть, Лобачевская. Да, да. И что же тогда с этим делать, как? А я скажу, что и так, и так, и еще много того. Это как, ну, третье измерение. Ну, вот живем во всем этом и ничего больше не знаем. А если бы у нас было, как? У вас сколько чувств? Пять. А здесь надо шесть. Это я только... А здесь надо шесть, чтобы понять и послушать. Вот. Телефон прямого эфира, напоминаю, 8 800 100, ровно 51 01. У нас в гостях актер Владимир Стеклов. Номер для ваших WhatsApp сообщений. Плюс семь девять шесть шесть ноль три два пять восемь три два. Я хочу, чтобы вы мне написали, для чего, по вашему мнению, нужно знать историю России. Пришло сообщение. Знание истории России важно для любого человека, хотя бы потому, что делает его более культурным и образованным. Но если быть честным, то это дает возможность анализировать прошлое, критиковать настоящее и осмыслять будущее, основываясь на ошибках наших прегтов. На ваш взгляд, Володь, чем опасно не знать историю своей страны? Ну, уж никак не опасность совершать ошибки. Наоборот, надо, наверное, совершать. Потому что, ну, есть известная эта фраза, когда Гербет Уэллс посетил Россию, посетил кремлевского мечтателя Владимира Ильича и спросил. Да, я вижу, вижу становление этого нового. Но почему вместе со строительством нового человечества, нового государства так много все-таки крови? На что Ленин сказал, ну, мы же первые только идем в этом направлении, и мы на ошибках учимся. На что и мой Уэллс ответил, на ошибках учатся только обезьяны. Поэтому учиться на ошибках – это неблагородное занятие. Я не стал бы исповедовать этот принцип. Вот это нужно для того, чтобы на тех ошибках, на ошибках никто не учится. Так все-таки опасно или не опасно не знать историю своей страны? Ну, опасно, не опасно. Я бы сказал, невежественно. Вот это для меня более нейтрально. А опасность, ну, от того, что я буду... А мы не рискуем превратиться в манкуртов, если мы не знаем историю государства, в котором мы живем? Ну, не знаю, можно об этом говорить, что вот можно человеком без роду, без племени, без памятства и прочее, прочее. Ну, вот, а как? Ведь всем говорят, что надо... Это горячо, ребенку говорят. Не надо, не суй руку туда в пламя, а он сует. И это он совершает ошибку, но это его опыт. Это отрицательный опыт, это его, а не в том, что... Ну, а зачем в очередной раз? Или там Буратино голодный взял и проткнул носом нарисованный холст вместе там с рисунком очага. И только потом увидел, что там все это иллюзия, а все настоящее дверцы и прочее, это там. А так бы он и висел еще много-много-много лет. И... Ну, что об этом говорить, Давид? Ну, не знаю, мне кажется, что надо. Надо изобретать велосипед, надо пробовать самому, а иначе получится. Так как-то, по-моему, у Эйнштейна спросили, а как делается открытие? Гениальное открытие. Он сказал, ну как, ну есть масса образованных людей, которые знают, что этого сделать нельзя. И находится один невежа, который этого не знает. Вот он-то и делает открытие. А Ньютон вообще на голову яблоко упал. Ну да. Предварительно, может быть, он ногой зацепил. За дерево. А роль исторического персонажа для актера, она более ответственна, чем обычного выдуманного какого-то? Там как-то, ну не знаю, я скажу так, там как-то можно погрузиться в эти костюмы, гримы, декорации. И вот это интереснее. У меня, когда мои пришли на съемочную площадку, на Грозного, но вот Аринка забежала в павильон, она была потрясена. Я был потрясен, потому что, ну там замечательный совершенно Евгений Качанов художник. Да там все замечательные, там замечательная совершенно команда, дай бог им долгой жизни и творчества, и новых каких-то таких проектов, и, ну это настолько здорово, поэтому мне, там скажем, костюм могли одевать очень долго. Ладно там грим, пластика и все. А вот костюм долго, потому что надо было сначала это, а потом это, а потом следующее, ты уже говорил, а уже не видно того, что там внизу, говорит, и не надо, может быть, а вдруг мелькнет. Вот, но надо, потому что это должно по исторической какой-то хронологии, такой вот костюм, это должно быть там. Вот такая вот подлинность, и эти петли и пуговицы, они плохо застегивались, потому что они были неудобны. Но надо было, потому что именно такие были оттуда, и это было там. Что значит удобно? Он надевал его и на целый день. Тяжелый? Да-да, что-то тяжелое, что-то неудобное, потом в павильоне, извините, не тепло, а жарко, и у тебя просто под градом, и ты весь под пластикой, но ты смотришь и думаешь там на Грозного, Сережа, у тебя там что-то уже плывет, он говорит, да, надо вот, чтобы выдавливали оттуда. А что вы читали и смотрели во время подготовки к своей роли? Ой, так, чтобы сказать, что я вот это читал, я вообще люблю очень историческую литературу, но я вам честно скажу, да, я в этот момент читал, не перечитывал, а именно читал обитель, при Лепинскую, потому что мне надо было там сниматься, и это тоже историческое, хотя близкое, это конец 20-х, начало 30-х, Соловецкая обитель. И вот я это читал, и я думаю, господи, как страшное время, страшнее, чем, может быть, даже у нас вот в Грозном, страшное, потому что это близко, это ощущение сегодня и сейчас. И ты от этого не мог абстрагироваться в буквальном смысле этого слова. У нас звонок, да, наденьте, пожалуйста, наушники. Да, надену, с большим удовольствием. Да. Да, алло. Да. Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос Владимиру Александровичу, такой, к сожалению, не с творчеством связанный. Как, по-вашему, можно надеяться, что Михаила Ефремова помилуют все-таки? И второй вопрос, нет ли желания как-то собраться актером и написать коллективное письмо с призовым опомилованием? Во-первых, сразу скажу, что надеяться на это обязательно можно и нужно. Ну, как надежда в мрачном подземелье, можно и нужно. Но я бы не стал как-то говорить, что так все настолько безнадежно во всей этой истории. В свою очередь, большой круг людей приложили к этому немалое усилие для того, чтобы попытаться хотя бы установить истину. Хотя истину, как принято говорить, устанавливает суд, а не адвокатура там или прокуратура. Но вот на сегодня это такое решение. Но надо надеяться. Конечно, нужно и можно. И это второй тоже вопрос. И артисты продолжают волноваться, потому что он помимо того, что наш коллега, или мы с ним коллеги, он человек, попавший в беду. В беду. Это беда. Огромная беда. Не только для него одного, в первую очередь, для его родных и близких. Я знаю Соню, жену, знаю его детей. И не понаслижке, а просто знаю. У меня Глажка даже нянчилась с его девчонками. Поэтому, ну, даст Бог, но все равно что-то должно как-то произойти и случиться. Не хотелось бы, чтобы по этому поводу кликушествовали. Я не буду называть имен, но когда вокруг этого тоже устраивается шоу. Чудовищное. Да, поэтому, ну, как-то это компрометирует саму цель тогда, мне кажется. Но, ну, я вот думаю так. Давайте перейдемся на короткую рекламу и потом вернемся. Давайте. Синемания. Высшая лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. В эфире программа «Синемания» у микрофона Виктория Малекова. Давид Шнейдер. У нас в гостях актер Владимир Стеклов. 8 800 100 ровно 51 01. Вы услышите вживую голос Владимира Александровича Стеклова. И номер для WhatsApp сообщений плюс 7 9 6 6 0 3 2 5 8 3 2. Пишите, задавайте Владимиру вопросы. А меня интересует, для чего нужно или, может быть, не нужно знать историю России. Перед тем, как мы ушли на рекламу, Владимир говорил об истине. Я вспомнил цитату. «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова». Вы играли Азазелла в «Мастере Маргарите». Не страшно было играть в «Великой Мистики»? Нет, ну это все немножко. Давайте мы как-то коснемся все-таки профессии. Все равно это игра в игру. Это такая затянувшаяся инфантилизм. Огромная песочница, из которой, ну скажем, вы, Давид, в свое время выскочили и поняли, что отряхнули песок и надо заниматься чем-то другим. А некоторые так и остались и с удовольствием. Вот что делаю я с своей дочерью? Я с удовольствием играю в ее игры. То, что она выбирает, не то, что я ей, а давай это, а давай это. Она говорит, не хочу, не буду и все такое. А вот то, что ей нравится, я подключаюсь и с удовольствием играю. Вот как-то это все равно игра в игру. Теперь, что касается той самой истории. Ну, кирпичивать просто так никогда никому на голову не упадет. Во всяком случае, вам он мне чуть не угрожает, вы умрете другой. Да, согласитесь, что перерезать мог только тот, кто ее подвесил. Кто его подвесил, да. Кстати, несет ли идеологию фильм Иван Грозный? Да, думаю, да. Какую? Я уже сказал, технология власти. Именно власть, которая какой-то гигантской плитой. Сначала образование государственности, как рычага управленческого. Вот тогда появились такие, ну, скажем, термины, как власть, насилие. Всякая власть есть насилие. Опять обращаюсь. Живая власть для черни ненавистна, а не любить имеют только мертвых. Но, знаете, вы занятные вещи говорите. Нет, нет, я так как раз процитировал Ешу. Я понимаю. Что ты говорил? Я говорил, что всякая власть есть насилие. И наступит время, когда не будет ни власти Цезаря, никакой, да. Поэтому не знаю, это все вот из области. Получается, демократии не существует? Я не очень знаю, что это такое. Потому что это настолько размытое сегодня представление. Потому что оно же не как термин или слово, которое ты откроешь словарь. Да, большую советскую инциди, да любое. И там, что это такое, значит, будет развиваться. Но есть ведь еще и какие-то сегодня институты властные и государственные какие-то структуры, которые исповедуют одно, ту же самую демократию, но на деле живут совсем по другим законам. Говорить о том, что это в их представлении, или это произошла мутация этого термина демократия, а это, не знаю. Поэтому, с одной стороны, хорошо, конечно, помечтать и говорить, ну, будет, будет это время, когда исчезнет. Но это скорее не за, а против чего-то. Вот сегодня мы активно против этого, и мы так говорим. Я думаю, что умирающий Михаил Афанась, когда диктовал какие-то правки Елена Сергеевна, наверное, это имел в виду, что сегодня я знаю, что вот так не должно быть. А потом это было как-то обобщено в нечто, тем более это был период того самого правления, того самого понтия Пилата в России, я имею в виду Иосифа Виссарионовича. А каково ваше личное отношение к Иосифу Виссарионовичу и к его правлению годам? Очень такое мистическое, потому что однажды, когда я был еще молодым, то Юрий Карра предложил мне попробоваться на роль Иосифа Сталина. Но так случилось, что Алексей Васильевич, покойный Петренко, который и сыграл в пирах Волтасара, вот, как-то сказал уже об этом. Он тоже пробовался на эту же роль, но вот он на тогдашней программе «Взгляд», она шла в прямом эфире, он сказал, что вот я сейчас буду играть Сталина. Ну, этически это было как бы, я не знаю, Карра мне клялся, что этого нет, это все было на уровне прот, но я понял, что это нет. Потом я сыграл Василия Сталина, и я подумал, боже мой, а эта фамилия, скажем так, до меня не оставляет. И потом, когда раздался звонок от Сергея Ливнева «Серп и Молот» сыграть еще, уже, и я подумал, что да, какие-то мистические совершенно у меня соотношения с этой фигурой, и у меня и отношение к нему такое. Вы верите в мистику? Конечно, да. А вы, ну, я даже боюсь спрашивать про сейчас, если роли роняете, садитесь. Ну, это немножко другое. Это актерские приметы? Да даже не то, что это из области суеверий, а я все-таки мистику почитаю за что-то более серьезное. Смотрите, вы говорите, что сериал «Иван Грозный» раскрывает технологию власти. Какое отношение имеет тогда сериал к реалиям сегодняшнего дня? Я скажу так, имеет, а дальше уже надо как-то увидеть, и самому каждому это или увидеть, или услышать, или понять. Но что-то из этого. Я не думаю, что правильно я буду вкладывать свое мнение об этом. Ну, любая вещь, любое крупное такое произведение, более того, любая крупная государственная личность, она ассоциирует, или мы с ней ассоциируем кого-то тех, кого знаем нынешних и сегодняшних, или же эти ассоциации оттуда приходят. Вам пришел вопрос. Да. Как вы изначально пришли в большой исторический проект, имея в виду сериалы «Годунов» и «Грозный» Тамары Склина? И добавляю, что стало решающим? Режиссер, задумка или гонорар? Конечно, материал, режиссер, задумка и все. Как пришел, но это через область проб, или там, как их называют, кастингов мы искали. Ну, конечно же, сначала говорили об этом герое с режиссером, а потом мы пробовали, потому что это действительно необходимый этап подготовки к работе. Это касается и внешнего вида, это касается и... Ну, как можно реконструировать исторического персонажа? Мы уже об этом как-то сегодня понимали. А вы с консультантами общались? Вы лично с консультантами картины? С копытами? Да. С консультантом с копытами. Ну, я опять, Давид, как-то закрою эту тему. Вы меня очень... А с реальными историческими консультантами? Нет, не общался. Не общались? Не общался, да. А как вы тогда воссоздавали достоверность? Ведь в те времена люди по-другому ходили, была другая пластика, другая манера говорить. Мы немножко этого коснулись, но как-то об этом, ну, тоже вильнули в сторону. А они приходят, они как бы... Ну, вы, конечно, можете мне сказать, слушайте, но вот это когда артисты об этом начинают рассуждать, сразу хочется сказать, так, доктору, пожалуйста, вот оденьте больничную одежду и в палату. Слышите? В палату, и там вот у нас пробудете какое-то время, а я позвоню, его обязательно, сколько вы сказали, пять мотоциклетов с пулеметами, они обязательно приедут. В шестую палату, да, там у нас Наполеон сидит. Да, там у нас... Поэтому они помогают тебе, если ты, конечно, сам очень этим заинтересован, ну, это мягко говоря, если ты сам этим болен. Это, получается, какая-то энергетика, вот, приходит тех исторических... Эти сущности? Не знаю, если бы я сам это знал, то я бы, может быть, с ними, но если не за Панибрата, но как-то более был близок, и я бы, ну, во-первых, они бы не очень позволили мне сегодня так об этом говорить, я бы уже пол бы получил давно. Но судя по тому, что... А может быть, вот надо под стол-то заглянуть, у Давида там под башмаками ничего нет. На самом деле, ты сейчас разговариваешь с реинкарнацией Михаила Чехова. Потому что Михаил Чехов говорил, что все вот там, все наверху. Иоанн Грозный наверху, его сын, Василий Сталин, все там наверху. Кстати, многие современные сериалы, в отличие от кино, хотя и кино тоже, грешат тем, что практически нет репетиций. Сколько времени уходило на репетиции во время Ивана Грозного? К сожалению, мало. Мы уже когда, что называется... Там были замечательные операторы. А это огромное просто значение имеет, помимо Алексея Митрофанова, там и Сережа Мачильский, и Денис Алларкон. Поэтому это вот для меня очень важно было. Потом там замечательные у тебя коллеги-партнеры, то ли ты их партнер, то ли ты их партнер. Ну, скажем, вот мы сидели и говорили долго об этом между собой. Сергей Васильевич, Витя Сухоруков, Малюта, я и мы сидели, разговаривали о том, а что мы, а как мы это, и все. Вот потом приходили, если что-то казалось интересно, рассказывали эту Алексею, и если это было... Он очень подвижный, как и художник, он очень, скажем так, внутри подвижный. Там нет такого какого-то тяжелой, структурированной модели, чего он только хочет. Вот. А дальше уже никуда в сторону не ходи. Нет. Если ты предлагаешь что-то, я не буду говорить что-то, но мне везло, он принимал мои какие-то предложения, и не только мои, там и Сережина, но если что-то... Вот это и была репетиция, это не то, что мотор начали. То есть вы на площадке можете поспорить с режиссером, предложить ему свое видение, свое решение? Вот это термин не совсем... О чем спорить? Ты сначала... Вот это всегда артисты любят спорить. О чем? Ты сделай. Ты сначала исчерпай то, что тебе предлагают. Ты это сделай, а потом предложи, что... А спорить о чем? В чем предмет спора? А вот объясните мне, господин Стеклов, как легко вы перевоплощаетесь из доминирующего режиссера, которым вы являетесь в театре, в подчиненного артиста, которым вы являетесь на площадке? Ну, во-первых, я в первую очередь думаю о профессии, а не о статусе. Если моя профессия актера предполагает... Я говорю, в первую очередь выполнить, понять его, выполнить замысел. Если ты его не выполнил, значит, не понял ничего. А говорить, что я не понимаю, мне неудобно, очень хорошо, что ты хотя бы признаешься в этом, что ты не понимаешь, потому что более откровенная форма, я не умею этого делать. Я этого делать не умею, и учиться этому не хочу. Тогда хочется сказать, идите, пожалуйста, у меня вон еще стоит там сотня таких, как вы, и как бы это жестоко не было. Как? Как вы можете? Сделайте, подойдите, и вот сейчас, не надо мне рассказывать о том, как вы это видите. Возьмите и сделайте мне угол вот в этом дверном проеме. Как? В каком смысле? Вы сделаете потом, в каком смысле? Вы знаете, что такое угол? Да, знаю. Вот дверной проем, ну да, конечно, ну сделайте. Как? Я не могу. Идите. Все, до свидания. Да, до свидания. Тогда это к профессии не имеет никакого отношения. Идите и занимайтесь другим делом. А сейчас Владимир абсолютно рассказал сцены. Мой приятель, актист, выпускник школы-студии МХАТ, пришел на пробу к Александру Новичу Метте. Тот не посмотрел, сказал, ну вроде у тебя морда хорошая, на тебе текст, иди разомни, приди и скажи. Он пришел, говорит, знаешь, ты вот так вот обогнись вокруг стула, изломайся и скажи, вот так вот. Смотри, говорит, Александр Иванович, мне неудобно. Александр Иванович, как заорал, говорит, пошел вон, матюгами. Почему? Говорит, потому что ты оправдай то, что я тебе говорю, сначала сделай, а потом предложи свое. Да нет, ну абсолютная правда. Я на этом убеждался много-много раз. Но я сейчас какой бы знаковый пример приведу, потому что, ну наши там, даже несмотря на весь пиетет к Метте, но я сижу не в павильоне, в актерской комнате, напротив меня или скорее, конечно же, я напротив меня, Питер Гренуэй. Это идет процесс репетиции и съемки чемодана Тульса Люпера. Тульса Люпера, да. потому что они привели какого-то немецкого молодого артиста и сказали, наверное, это я потом по контексту понял, что ассистентка вставала, надо сейчас, до начала смены, надо утвердить вам, посмотреть, у него маленькая вот такая крохотная роль, даже дам не роль, а эпизодику этого немецкого, профессионального артиста. Гренуэй, не отрываясь от меня, кивнул ей, что он все понял и так же, как вы, продолжал со мной работать. После этого он делал так, это был выстрел, немец упал, немец упал не потому что он испугался, он знал, Что его должны застрелить Никто его об этом не предупреждал Вот это готовность к работе Готовность Все остальное у нас только размышления Вот это к тому что А давайте поговорить А можно я здесь вот закурю И как-то вот подумаю Больше я ничего не умею Я могу глубокомысленно курить Или там скорее сесть Потому что ноги меня Они держат Но я так не уверенно ими пользуюсь Вроде в жизни все нормально Выхожу на съемочную площадку На сцену И я не знаю куда деть Руки, ноги Поэтому сюда Можно я сигарету там Ну не важно В правую, в левую А нога на ногу И диван мне как Да не диван Но дать скамеечку Я себя уверен И главное чтобы еще не ходить никуда Потому что это же надо Вот это движение Этот посыл куда-то Оправдать еще А я не знаю что мне Я не знаю что мне делать И я скажу Слушайте а что я здесь делаю Ни Хуня ты здесь не делаешь Иди отсюда Иди отсюда Все Вот после этого все Ну вот как я соотношу Я боюсь походить На таких персонажей Которые Называют себя актерами И попадаются мне И тогда терпеливо Еще можно так разговаривать Со студентами Своими Но тоже в глазах У них такая ленность У них такое Нежелание Этому учиться Ну вот просто Но учиться этому Там вот бежать бы Куда Скорее на очередной кастинг И И И И выспаться И Еще что-нибудь такое Сделать На его взгляд Потребное Да Давид Говорите Я все чаще Смотрю Под стол У меня ощущение Что там бряцает Что-то Копыто какое-то Бьет Вы в нетерпении Хвостом Хвостом А что сейчас происходит С вашим театром Вот в период пандемии Ничего не происходит Дело в том Что у нас Нет своего помещения Да Это я знаю Да Ну и естественно Все Аренда увеличилась В театрах Аренда Увеличилась Увеличилась Как это удивительно Да Это удивительно Аренда увеличилась А только 25% Ну одна Треть Или там четверть И что после этого Это уже даже не в ноль Это в минус Кто на это пойдет Так а почему Почему аренда-то увеличилась Да нет Ну какую вы ищете логику Почему там увеличиваются цены Почему вы более широко На это не смотрите Почему лекарства Почему маски Ну почему все дорожает А жизнь дешевеет Ну вот Ну так Ну так Ну хорошо бы Соотнести Это там С мыслью Что все проходит Пройдет и это Ну как пройдет Безболезненно Вряд ли Столько Ушло Замечательно Такое ощущение Что театр Планомерно Убивают И театр Просто убивают Потому что Я видел Да ведь и театр тоже И театр И кинематограф И искусство И искусство Ну да А библиотеки Ну тоже сказали За ненадобностью Ну то есть Наверное Что Но за ненадобностью Вот правда А эту надобность Определяют Где-то Там А тут же А тут же надо Если еще Печатать А печатаешь Плохо На том самом Айпаде А диктовать Ты тоже Постоянно думаешь Ну ты замучил Жену Которая постоянно Ты говоришь Так Отвлекись Она говорит Ну подожди Там ребенок Ну подожди Как я там продиктую Нет Не эту строчку И вот так И так И так Акт творчества Это такая штука Непростая Не продается вдохновение Но рукопись То можно продать А вы говорите Не продается вдохновение Помните Замечательный фильм Тот самый Менхауз Запиши Завтра в 12 У меня подвиг Можно планировать подвиг Конечно Когда ты знаешь Вот когда ты Ведь знание Это такая Тоже сакральная вещь Когда Вы знаете Я знаю Вот есть человек Который может Не вообще Как это Но есть Вернее Мгновение Когда человек Может себе сказать Я знаю Но покойный Александр Аркадьевич Галич говорил Бойтесь Единственное Только того Кто знает Я знаю как надо Ну он немножко О другом говорил Да Мне кажется Он все таки О другом При всей его фронде Он имел ввиду Другое Все таки Простите Что я Его Ну Как бы Посылы Пламенные Назвал только фрондой Ну Я общее Как бы Озвучил Думаешь Думаешь Как он Как он Это делает Ну как Как у Дона Хуана Когда он Смотрел Я имею ввиду Ученик Смотрел Как Дон Хуан Взлетает на Сто метровую Секвою И там стоит А потом Оттуда Значит Слетает При этом Не машет Как крылья Как птица Крыльями Он просто Слетает И он Потрясенный Спросил Как ты это Делаешь Он взял Его за руку Подвел К пропасти И сказал Очень просто Шагай Он оторопел И сказал Я разобьюсь Он говорит Вот Поэтому ты Никогда Не взлетишь Вот это и есть Что надо Снимать Нравится То к чему Привык А пленку С привычного Ее надо снимать Последний вопрос К сожалению Время прошло Крайний Крайний Русский язык Не допускает Слова Крайний Это специфический Великий Могучий Русский Нет Нет Это термин Это арго Вот такой Хорошо Вопрос Да Что для вас Для Владимира Александровича Стеклова Означает Слово Свобода Много Но не знаю Что это Правда Давид Я говорю Я не знаю Что это Как вы поступите Не знаю Знаешь Когда у нищего Господь спросил Ты что сделаешь Если найдешь Кошелек С золотом И один нищий Сказал Ну как Я возьму Себе И разбогатею Господь Он сказал Нет Ты Жаден Ты мне неинтересен Ну а ты Спросил Он второго Тот Говорит Ну я конечно же Я отдам тому Кто потерял Господь сказал Ты глуп Ты мне неинтересен А третий Сказал Я не знаю Что я сделаю Когда я найду Кошелек Я не знаю Ну что ж На этом и заканчиваем У нас в гостях был Замечательный Владимир Стеклов И услышимся Очень скоро Синемания Высшая лига Гости в студии Актеры Режиссеры Музыканты Писатели И художники